на прошлом уроке мы с вами познакомились с тем что если по проводнику течет ток то есть если заряженные частицы движутся то вокруг них возникает нечто и это нечто обладает способностью действовать на магнитную стрелку разворачивать ее определенным образом это нечто мы назвали магнитным полем то есть если у вас есть проводник с током то вокруг него возникает магнитное поле и это магнитное поле мы обнаруживаем с помощью магнитной стрелки вот у меня есть это и правда не магнитная стрелка что это такое мы с этим познакомимся на следующем уроке ну это как бы большая мега магнитная стрелка и вот под действием электрического тока протекающего по проводнику это магнитная стрелка разворачивается определенным образом почему потому что там где мы поместили магнитную стрелку есть магнитное поле откуда оно взялось оно рождается током протекающим через проводник у магнитного поля есть направление за направление магнитного поля мы договорились принимать направление которое указывает северный конец он выкрашен обычно синим или черным северный конец магнитной стрелки свободно установившийся в магнитном поле что такое свободно установившийся это значит ничто кроме магнитного поля не пытается эту стрелку развернуть вот появилось магнитное поле вот стрелка развернулась определенным образом значит магнитное поле в этой точке направлено сюда кроме того мы с вами выяснили как можно определить направление магнитного поля, создаваемого током в проводнике, если известно направление тока. Для этого служит правило, которое называется правило буравчика. Вот давайте вспомним его. Допустим, вот это проводник с током. Допустим, ток течет вверх, вот как острие карандаша направлено. Значит, для того, чтобы определить направление магнитного поля вокруг этого проводника, мы располагаем буравчик вдоль проводника стержнем и добиваемся того, чтобы стержень перемещался в направлении тока. При этом нам приходится вращать буравчик в определенную сторону, и направление вращения ручки буравчика как раз показывает направление магнитного поля. Кстати, магнитное поле, как вы помните, мы описываем с помощью линии магнитного поля. То есть, если у нас будет не одна магнитная стрелка, а много маленьких магнитных стрелочек, которые мы расположим вокруг проводника, то все они выстроятся вдоль некоторых линий. Эти линии мы называем линиями магнитного поля. В каждой точке магнитного поля можно провести линию магнитного поля. И направление линий совпадает с направлением магнитного поля. Еще мы помним с вами, что линии магнитного поля всегда замкнуты. Итак, возвращаемся к правилу буравчика. Ток у меня течет вверх, стало быть, стержень буравчика должен быть, должен перемещаться вверх. Для этого ручку буравчика приходится вращать вот так, как я вращаю. Значит, поле направлено вот так. Вот это направление линий магнитного поля. Но не всегда у нас с вами есть буравчик. Однако будем помнить, буравчик надо держать в какой руке? В правой. Значит, есть правило, которое является аналогом правила буравчика и называется правило правой руки. Смотрите, как оно работает. Еще раз возвращаемся к направлению магнитного поля. Если ток течет вверх, магнитное поле кружит вокруг проводника вот так. А теперь смотрите, берем правую руку и сгибаем ее вот таким образом. Направляем большой палец по направлению тока. Тогда четыре оставшихся пальца будут показывать направление магнитного поля, создаваемого этим током. Вот в эту сторону. И правилом правой руки, и правилом буравчика можно пользоваться одинаково успешно. Ну а теперь идем дальше. Мы с вами познакомились с тем, как определить направление магнитного поля, создаваемого прямым проводником, или говорят прямым током. Однако давайте попробуем сейчас согнуть этот проводник в кольцо, подключить его к источнику тока, и у нас будет виток с током. Он ведь тоже будет создавать магнитное поле. Как найти направление этого магнитного поля? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что каждый кусочек этого витка, это маленький кусочек провода с током, и он создает свое магнитное поле. Эти магнитные поля складываются, и что получается в результате, мы сейчас с вами узнаем. Тема урока. магнитное поле, витка и катушки с током. Магнитное поле, витка и катушки с током. У нас два урока подряд сейчас будет. Ну, конечно, с перерывом. И домашнее задание сразу задаю по обоим урокам. конспект. Далее, по Лукашику, по Пёрышкину, параграф 60. Далее, по Лукашику. Задачи с номерами. Начиная с 1472 и заканчивая задачей номер 1479. Разумеется, с рисунками. вот так. Ну, а теперь давайте рассуждать. Если у нас есть прямой проводник, то нарисуем его. Вот прямой проводник. И, допустим, по нему течет ток вот в этом направлении. Ток. Пользуясь правилом буравчика или правилом правой руки. Вот сейчас я уже буду пользоваться правилом правой руки. Располагаем правую руку так, чтобы большой палец показывал направление тока и ухватываем этот проводник рукой. Линии магнитного поля будут направлены по направлению четырех пальцев. То есть, линии магнитного поля будут направлены вот так. Линии магнитного поля всегда замкнуты. Такие поля называют вихревыми. Вот так определяется магнитное поле прямого тока. В этой точке магнитное поле направлено к нам. Вот так. Здесь магнитное поле направлено от нас, за доску. А теперь давайте возьмем провод и свернем его в виток. И посмотрим, каким будет магнитное поле. Для того, чтобы удобнее было его показывать, сделаем вот что. Представьте себе, что у вас есть кусочек картона, и вы в нем проделали два отверстия, и через них продеваете провод. Вот он вошел в одно отверстие, вышел из другого. И будем рисовать вид сверху вот этого витка. И на этом листке будем изображать магнитное поле. Тогда вот лист картона. сделаем здесь отверстие. И здесь отверстие. Пропустим через эти отверстия виток. Сверху вот он. И допустим, ток в этом витке течет вот так. Выходит отсюда и заходит туда. То есть вот здесь ток течет от нас, а здесь ток течет к нам. От нас ток течет, к нам ток течет. И давайте рассмотрим этот виток как множество кусочков провода. И остановим наше внимание на двух кусочках. Вот на этом кусочке, где ток уходит сквозь картонку за чертеж, и вот на этом кусочке, где ток выходит из картонки к нам, куда будет направлено магнитное поле вот этого кусочка. Ток в нем течет от нас. Если ток в нем течет от нас, то большой палец мы правой руки, конечно же, располагаем в направлении тока, и четыре пальца будут показывать вот такое направление. То же самое мы получим, если воспользуемся буравчиком. Они показывают вот такое направление. Следовательно, внизу магнитное поле будет направлено вот так, а вверху вот так. Если мы сюда поместим магнитную стрелку, она северным концом покажет вправо. Если мы сюда поместим магнитную стрелку, она северным концом покажет влево. Еще один вопрос. Ребята, скажите, пожалуйста, а вот этот кусочек провода создает магнитное поле вот здесь? Конечно, он во всем пространстве создает магнитное поле, но только поскольку это место далеко, то здесь магнитное Это поле будет направлено тоже вот так, по часовой стрелке, линии магнитного поля направлены, но оно будет послабее. Это я изображу более короткой стрелкой. А теперь я поменяю цвет мела. Давайте проанализируем магнитное поле тока, создаваемого вот этим кусочком провода. Здесь ток идет к нам. Значит, по правилу правой руки большой палец к нам, четыре пальца охватывают этот ток и показывают вот такое направление против часовой стрелки. Значит, магнитное поле здесь, создаваемое этим витком, вот здесь будет направлено влево, здесь оно будет направлено вправо, и здесь оно тоже существует, но только оно тут послабее. Куда оно будет направлено? Против часовой стрелки, влево, но только послабее, вот так. А теперь давайте вспомним, что магнитные поля существуют одновременно, создаются каждым кусочком, и они складываются, накладываются одно на другое. И посмотрите, внутри витка магнитные поля разных частей этого витка друг друга усиливают, так как они направлены в одну сторону. Значит, вот здесь, внутри витка, мы наблюдаем усиление магнитного поля. А снаружи витка, вот с этой и с этой стороны, магнитные поля разных частей витка направлены в противоположные стороны. Значит, за пределами витка, снаружи от витка, мы наблюдаем ослабление магнитного поля. Я показал магнитное поле, создаваемое двумя кусочками витка. А теперь давайте покажем на языке уже силовых, на языке магнитных линий, слово силовые линии для магнитного поля не совсем уместно, для электрического поля оно подходит. Покажем магнитные линии такого витка с током, уже не вдаваясь в отдельные детали. Вот та же самая картонка. Вот тут ток течет от нас. В этой части ток выходит к нам. Вот сам виток. Линии магнитного поля. Это линии, вдоль которых располагаются магнитные стрелки. Если мы тут поставим магнитные стрелки, то вот здесь магнитные стрелки повернутся северным полюсом влево. Здесь вправо, так как побеждает все-таки вот этот больший вектор. И в результате эти линии будут иметь вот такой вид. Там, где магнитное поле сильнее, линии идут гуще, расстояние между ними будет меньше. Значит, тут вот вблизи самого витка от нас магнитная линия будет направлена вот так. Тут магнитная линия будет направлена в противоположную сторону к нам, против часовой стрелки. Против часовой стрелки. Здесь магнитные линии должны быть направлены влево. И картина линий магнитных будет выглядеть вот так. Тоже направление вот такое будет. И еще магнитную линию можно нарисовать вот здесь. Вот направление магнитной линии. Смотрите, здесь расстояние между магнитными линиями маленькое. А здесь большое. Это говорит о том, что здесь поле более сильное, а снаружи более слабое. Теперь, на самом деле, можно провести еще магнитную линию. Например, вот так. И не обязательно показывать ее всю целиком. Надо просто помнить, что она замкнута. А где она там замкнется? Это уже не так важно. И вот это картина магнитного поля, витка с током. Она там куда-то наверх пойдет и там замкнется. Кстати, если мы разместим вот здесь магнитную стрелку. Куда будет показывать северный полюс магнитной стрелки? Вправо или влево? В направлении линии магнитного поля. Магнитное поле направлено туда, куда показывают магнитные линии. За направление магнитного поля мы принимаем направление, указываемое северным концом. Туда должен указывать северный конец. Я его заштрихую и помечу буквой Н. Южный конец будем отмечать буквой С. Норд, Зюйд или Саус. Теперь смотрите. А если мы сюда поместим магнитную стрелку, как она себя поведет? Она покажет своим северным концом направление магнитного поля. То есть она разместится вот так в магнитном поле. Северный конец сюда. Норд, Саус. А как вы думаете, будет ли отличаться поведение этих двух стрелок, которые раньше, например, смотрели куда-то в другую сторону, будет ли это поведение разным, когда мы включим электрический ток, протекающий по витку? Или они будут одинаково дружно себя вести? Как вы думаете? Понятно, что они в разные стороны будут указывать. Но где магнитное поле сильнее? В серединке. Значит, здесь воздействия на магнитную стрелку будет больше. Допустим, магнитная стрелка, когда тока не было, была направлена вот так. Когда мы включаем магнитное поле, она резко повернулась в этом направлении. А здесь магнитное поле слабое. Поэтому стрелка раньше была направлена так, вы включили магнитное поле, и она так вот нехотя установилась в направлении магнитного поля северным концом. А как определить направление магнитного поля витка, если известно направление тока в витке? Если у нас прямой провод, мы пользуемся правилом буравчика или правилом правой руки. Оказывается, если у нас провод, ток круговой, течет по кольцу, то правило буравчика отлично работает, только немножечко по-другому. Если, имея дело с прямым током, мы стержень буравчика направляли по току, а ручка вращалась в направлении поля, то в случае кругового тока ситуация меняется. Наоборот, мы должны ручку буравчика вращать по направлению тока, поскольку ток круговой, то мы вращаем, вставив буравчик внутрь витка. И тогда направление стержня буравчика будет показывать направление поля внутри витка, созданного этим током. Внутри витка, не забывайте об этом. Или правило правой руки. Пожалуйста, четыре пальца я как бы накладываю на этот виток и направляю их по направлению тока в витке. Вот так. Тогда большой палец показывает направление магнитного поля. Вот так можно пользоваться правилом правой руки или правилом буравчика и в случае кругового тока. То есть это универсальный инструмент – буравчик, правая рука. А теперь давайте сделаем следующий шаг. Мы с вами сделали один виток. А что если мы эти витки повторим многократно? У нас получится катушка с током. Это такая винтовая линия из провода. Каким будет магнитное поле такой катушки? Давайте разберемся. Опять-таки представим себе, что мы эту катушку продели через картонку. Вот так. Здесь наделаем отверстие и через эти отверстия проденем витки катушки. Нарисуем эту картонку. Проделаем в ней отверстия. Одно, второе, третье, четвертое. Видите, они вот так идут наискосок. Пятое, шестое, восьмое. Дальше посмотрим, нужно будет ли еще отверстие или нет. Теперь давайте мы под картонку заведем проводник. Он под картонкой, вот он так, пунктиром у нас будет показан. Он выходит наружу к нам, идет над картонкой. Это вид сверху. Вот он, вот так идет. Затем ныряет под картонку снова. Показываем пунктиром. Выходит к нам. Опять уходит от нас под картонку. И так у нас получается катушка из небольшого количества витков. Но их может быть и много. Бывают катушки с десятками тысяч витков. Дальше смотрите. Провод ныряет под картонку. Мы его под картонкой выведем, например, вот сюда. И создадим замкнутую электрическую цепь. Подключим вот этот провод к положительному полюсу источника тока. А этот провод к отрицательному полюсу. Я позволяю себе проводники изображать кривыми линиями, потому что это не принципиальная схема, это рисунок. Как потечет ток? Смотрим. От положительного полюса он течет вот так. Дальше. Здесь он выходит к нам наверх. Здесь он уходит от нас. Крестик. Здесь он выходит к нам. Точка. Уходит от нас. Крестик. К нам. Точка, от нас крестик, к нам точка, от нас крестик. Теперь покажем магнитное поле каждого витка. Вот один виток. Как кружит ток в этом витке? Вот так. Значит, накладываем на этот виток правую руку. И большой палец показывает влево. Или просовываем внутрь витка буравчик, внутрь, не забывайте, и поворачиваем его по направлению тока. А ток течет вот туда, отсюда, сверху, и уходит сюда. Значит, магнитное поле, создаваемое первым витком, будет направлено влево. Но во всех остальных витках токи же кружат в том же самом направлении. Значит, магнитные поля всех витков будут накладываться друг на друга. И тогда мы сможем получить большее магнитное поле, чем магнитное поле одного витка. Если, например, мы будем эти витки располагать не так, как я нарисовал, а наложим их один на другой, вот так, когда они просто совпадают, тогда внутри этого витка, в серединке, магнитное поле будет во столько раз больше, сколько витков мы сделали по сравнению с полем одного витка, но при условии, что сила тока та же самая. Итак, к какому мы выводу приходим? Катушка создает еще большее магнитное поле, чем один виток. Кстати, можно показать, что за пределами катушки магнитное поле ослабляется. И есть особая разновидность катушек. Катушки длинные, с плотной равномерной намоткой, когда проводники один к другому прилегают. Такая катушка длинная. Что значит длинная? Значит, ее длина гораздо больше, чем диаметр, с равномерно распределенной намоткой, называется соленоид. Со-ле-но-ид. Соленоид. Запишите. Соленоид-это катушка, это длинная катушка, с равномерно распределенной по длине обмоткой. Это длинная катушка, с равномерно распределенной по длине обмоткой. Можно доказать, что за пределами соленоида магнитное поле вообще отсутствует. Соленоид сосредоточивает магнитное поле внутри себя. Вот если я возьму вот такой каркас, намотаю на него плотно виток к витку катушку, получится почти что соленоид. Она у меня не слишком длинная. Но мы и такие катушки тоже будем называть соленоидами. Тогда магнитное поле будет сосредоточено внутри, а за пределами соленоида его почти не будет. Давайте сейчас изобразим магнитное поле соленоида. Для того, чтобы было удобнее рисовать, я буду рисовать катушку сразу на каркасе. Вот каркас. Теперь, смотрите, сделаем соленоид с таким же направлением намотки, как здесь. Что у нас здесь? Тут провод выходил наверх и шел сверху вот так. Затем он уходил вниз под картонку. И дальше шел... Я его показывать не буду. И вот такая получилась катушка. Вот соленоид. Подключаем к нему источник тока. Ток течет сюда. И теперь, если мы хотим изобразить магнитное поле соленоида, нам надо прежде всего определить направление тока в витках. Вот, смотрите, ток идет вверх. И в этом витке направлен сюда. В этом витке сюда. Нарисуем в каждом витке направление тока. А теперь вставляем внутрь буравчик. Вставляем внутрь буравчик и вращаем его ручку по направлению тока. Куда перемещается буравчик? Может, вам не видно? Тогда возьмем правую руку. Наложим правую руку на катушку. Вот так. Направление тока здесь идет вверх. За катушкой вниз. Куда показывает большой палец? Влево. Значит, магнитное поле направлено справа налево. Отсюда линии магнитного поля выходят. Сюда входят. Внутри я покажу их пунктиром. Магнитные линии обязательно замкнуты. Отсюда выходят. Отсюда выходят. Сюда входят. Еще одну магнитную линию покажем. Вот такую, например. Здесь магнитная линия входит. Здесь она выходит. Здесь она направлена вот так. Мы можем... Тут проведем пунктир. Мы можем показать еще парочку магнитных линий. Но уже не полностью. Вот она куда-то пошла дальше. Далеко-далеко наверху. Она замкнулась и возвращается в катушку. Внутри катушки она проходит вдоль ее оси. И еще одна магнитная линия. Вот. Выходит с этой стороны. Куда-то пошла далеко вниз. Снизу возвращается сюда. Входит в катушку. Внутри катушки пунктир. Посмотрите. За пределами катушки линии находятся на очень большом расстоянии друг от друга. Значит, там поле слабое. А внутри линии магнитного поля располагаются густо. Значит, там магнитное поле сильное. То есть для того, чтобы получить сильное магнитное поле, имеет смысл использовать катушку. Чем больше витков в катушке и чем больше сила тока, протекающего через катушку, тем сильнее магнитное поле внутри катушки. Ну и часто задают такой вопрос. Как расположится магнитная стрелка, если поместить ее в разные точки пространства вокруг такой катушки. Например, если мы поместим магнитную стрелку сюда, куда будет указывать северный конец магнитной стрелки? Влево или вправо? Влево в направлении магнитных линий. В направлении магнитного поля. N. Если поместить катушку сюда, куда будет показывать ее северный конец? Тоже влево. Если засунуть катушку внутрь, я не буду этого делать, то не катушку, а стрелочку. Если засунуть стрелку внутрь катушки, она тоже будет северным концом показывать влево. А вот если мы сюда поместим стрелку, куда она будет указывать северным концом? Вправо, потому что здесь магнитное поле направлено в противоположную сторону. И надо сразу сказать, что внутри катушки эта стрелка будет очень бодро себя вести. То есть разворачивать ее будет с большой силой, точнее с большим моментом силы. А здесь магнитное поле слабое, поэтому оно так вот вяло примет положение такое, что северный конец будет показывать направление магнитного поля. Вот так выглядит магнитное поле витка с током и катушки с током. Еще раз подчеркиваю, что чем больше витков в катушке и чем больше сила тока, тем сильнее магнитное поле, создаваемое внутри катушки. И мы для определения направления магнитного поля катушки, витка и прямого провода во всех случаях можем использовать правило буравчика или правило правой руки. Вот вооруженные этими знаниями, давайте немножечко порешаем задачки. Задачи простые, без вычислений, но, тем не менее, их не всегда легко решить. Сейчас мы переключимся в такой режим, чтобы разделить экран. И начнем с простейшей задачки номер 13.1. Она сопровождается рисунком, который вы видите. Итак, как будет вести себя магнитная стрелка, если замкнуть ключ? Что мы видим на этом рисунке? Мы видим магнитную стрелку, которая располагается под проводом. Этот провод подключен к положительному полюсу источника тока. Дальше через лампу, наверное, чтобы не было короткого замыкания, через ключ идет к отрицательному полюсу. Под проводом стрелка. Нужно определить, как будет вести себя магнитная стрелка. Какие возможны варианты? Стрелка может вообще никак не реагировать, оставаться на месте. Стрелка может развернуться на 180 градусов, а может повернуться на какой-то угол по отношению к проводу. Для того, чтобы понять, как будет вести себя стрелка, давайте кусочек рисунка, который приведен в задачнике, важный для нас, воспроизведем. Вы у себя в тетрадях, а я на доске. А какие здесь, какой важный кусок рисунка? Провод и стрелка. Вот провод. Я его потолще нарисую. Вот так. А под ним стрелка. Вот фрагмент рисунка. Нам еще нужно отметить северный конец. Северный конец магнитной стрелки заштрихован. Вот он. И она находится на игле. Теперь скажите, пожалуйста, куда течет ток? Вот эта часть провода идет к источнику тока. Это к лампе. Куда течет ток? По проводу. Вправо от положительного полюса к отрицательному. Значит, ток течет вот так. Давайте попробуем показать магнитное поле, создаваемое этим током. Правило буравчика. Берем буравчик и заставляем ручку буравчика, заставляем стержень буравчика двигаться по току. Для этого нам приходится вращать ручку. Вращать вот так. Мы стержень буравчика направляем, как бы вкалываем в проводник, и тогда видим, что ток кружит вот так. Или можно воспользоваться правой рукой. Большой палец по направлению тока, и тогда магнитное поле заходит за провод, здесь оно идет к нам, потом тут оно идет вниз, и дальше снова заходит за провод. Покажем парочку линий магнитного поля. Вот как выглядит линия магнитного поля, проведенная, например, через эту точку, в этом участке пространства. про часовой стрелки здесь вниз, здесь вверх. Еще одну линию магнитного поля нарисуем вот здесь. здесь поле направлено с ближней к нам стороны вниз, с дальней от нас стороны вверх. А скажите, пожалуйста, а куда направлено магнитное поле? Вот там, под проводником, где находится магнитная стрелка. от нас рисуем. От нас. И здесь тоже магнитное поле направлено от нас. Над проводником оно направлено к нам, но нас это не особенно интересует, потому что у нас стрелка находится внизу. А теперь скажите, куда повернется магнитная стрелка, если потечет вот этот ток? От нас. От нас чем? Каким концом? Северным. Северный конец пойдет от нас, южный пойдет к нам. Итак, пишем. Северный конец стрелки повернется от нас. Ну, а южный к нам. Запятая. А южный к нам. Северный от нас, южный к нам. Еще одна простенькая задачка. Номер 13-2. Она сопровождается рисунком, который вот. 13-2. А вот сам текст. Магнитная стрелка расположена возле вертикального провода. Смотри рисунок. Повлияет ли на стрелку появление тока? Давайте нарисуем картинку. Проводник опять показываем потолще. И стрелка располагается вот так. Справа от проводника. На иголочке. ее северный конец смотрит вправо. Если по проводнику ток потечет, будет он влиять на стрелку? Да. безусловно будет. Давайте попробуем даже смоделировать ситуацию. Пусть ток течет вниз. Тогда магнитное поле, создаваемое этим током, мы можем определить, пользуясь, ну, например, правилом правой руки. По току большой палец, охватываем этот проводник, значит, линия магнитного поля будет вот такая, кружить будет вот так. То есть она выйдет к нам справа и от нас будет направлена слева. Вот магнитная линия. Одна из многих. А теперь скажите, куда направлено магнитное поле? Ну, вот здесь. Если линия магнитного поля выходит к нам, значит, магнитное поле направлено к нам. Что будет с магнитной стрелкой при включении тока в этом направлении? Она повернется к нам своим северным полюсом. Вот так. И расположится. Сейчас она была вот в таком положении, а когда мы включим ток, направленный вниз, она встанет вот так. Ну, давайте сделаем перерыв и через 10 минут продолжим наш урок.